А, вот, пожалуйста. Кстати, Севастополь останется русским. Это ведь я не подбирал, да, русский. Дело в том, что, да, я вам не скажу интересную историю. Значит, в ноябре месяце вот тут происходит замечательная женщина Татьяна из Праги. Значит, меня приглашали в Прагу, там вот такой, я бы сказал, официальный визит. Меня официально принимало русское посольство, замечательный человек сегодня русский посол там. И там был прием в мою честь, естественно, там всякие дела. Оттуда мы прямо с Александром Николаевичем полетели в город Киев, где у меня были наряженные концерты в Киеве. В Доме офицеров большой зал, все было хорошо, весь Киев был обклеен в мою физиономии, и там был аншлаг. А этот менеджер мой из Киева, он очень грустный, говорит, знаете, я очень расстроен. Я говорю, что такое? Аншлаг полный. То есть, понимаете, обычно на афишах, приезжающих из России, там, артистов или там поэтов, пишут при поддержке посольства Российской Федерации. Тут вот Никитин был, и все написали. А когда я с вашей афишей приехал, мне сказали в посольство, что городинского посольства России поддерживать не будет. Я говорю, что это очень расстроен, я говорю, почему, да, отчего, а потом все-таки догадался, чтобы не подписываться официально под этой пестией Севастополя Станин Сагурским, что, так сказать, не официальная позиция нашей администрации, это личное дело для государства. Вот такой язык. Ну, видите, не только Малеринская Горькова, а пару слов, как я скажу. История простая. На прошлом году, понимаете, я все-таки человек дикоинберский, мы сами, вот я же старого, так сказать, покрою еще, вот человек. Значит, мы сами, наверное, себя этого не ощущаем. Вот, а под прошлым году меня каждый год приглашают на фестиваль «Балаклавские каникулы». Это в Балаклаве, там, в базе Хлотов и так далее проходят очень хорошие такие фестивали, там, на украинских авторах наших и все такое. А тут, значит, я приехал еще один раз, и главный редактор газет «Севастопольской газеты» Андрей Соболев такой, я хочу тебе рассказывать, пока мы ехали из аэропорта в Севастополь, или там «Балаклава», о том, как протесняют там, что Пушкин, я только переводок на украинский, заставляю в школах читать, что телевидение наше там не показывает, что русские газеты закрываются в Крыму, где там большая часть русского населения, и о протеснениях русского языка и прочее, прочее. Ну, и вот, что Севастополь туда-сюда. Ну, и у меня, значит, моя, значит, эта самая имперская взыграда, и я написал песню, а я там приезжал, значит, как, ну, как почетный. И гость там где-то что-то поет, а меня там старичка выкатывает на коляске, я там слабой рукой дрожащий, как шарабыла стариком держать, я там благословляю, а не пою, а я там отдыхаю. Вот, а заключительный концерт в фестивале был, есть такой, если кто был в Севастопре, я знаю, замечательный, кстати, город, мы с Хрустальной. На нем стоит огромные бетонные фигуры последних защитников Севастополя, такие гигантские бетонные фигуры, прямо на краю моря, значит, смертельно раненые краснофлотицы, умирают на руках красноармейцев. И прямо по открытым небам, при свете прожекторов, вечером стоят исключительные концерты. Толпа собрала довольно большая, ну, на улице. Да, и я говорю, Андрей, знаете, вот Андрей, я вот написал песню, ну, он исходит, я говорю, ну, я боюсь, что у нас какие-то будут проблемы из этой песни. Он говорит, да что вы этого, что-то меня ждет. Да, значит, ну, пожалуйста. И мне Сережа Никитин, наверное, подобрал, кстати, есть в Ютьюбе, это первое исполнение, снято на видео, и есть оно в интернете, можно его воспроизвести. И уже после первого припева, после первого куплета, когда толпа стала хором подпевать, я уже сам как-то, может, не рад, но я уже не могу остановиться, если ты больше с песней слов не выкинешь. Вот он. Севастополь 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 Севастополь